Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова и в начале нашего выпуска коротко о главном. Сокращения электричек не будет, напротив, их станет больше. Итоги 14-го и задачи на текущий год. Сегодня в столице республики состоялась коллегия Минэкономразвития. Легенды цирка в Нальчикском зоопарке. Семейство кошачьих пополнили два льва. Суд – это тот орган, который не должен допускать никаких нарушений. Глава КБР Юрий Коков принял участие в совещании по итогам работы районных судов общей юрисдикции и мировых судей КБР за 2014 год. С подробностями Беслан Суидимов. Среди приглашенных – председатель Конституционного суда КБР Абдуллах Еляхов, исполняющий обязанности председателя арбитражного суда в Кабардино-Балкарии Юрий Шакумов, председатель Совета судей республики Елена Блохина, председатель квалификационной коллегии судей КБР Альберт Бецуков, начальник управления судебного департамента в Кабардино-Балкарии Мухаммед Агузов. С докладом выступил председатель Верховного суда КБР Юрий Маиров. К судейскому корпусу республики обратился Юрий Коков. Глава Кабардино-Балкарии отметил позитивные перемены, которые происходят в судебной системе республики в последние годы. Растет качество судопроизводства, повышается доверие людей к правосудию. Об этом свидетельствует растущее количество обращений в суд. Несколько улучшилось исполнительское производство, а самое главное – укрепились гарантии судебной защиты прав граждан. Судьи республики, подчеркнул руководитель Кабардино-Балкарии, последние десятилетия работают в условиях сложной криминогенной обстановки под угрозой посягательств на их жизнь. К чести судей никто из них не спасал, достойно исполняя свой профессиональный долг. Особенно это проявилось в ходе завершившегося беспрецедентного судебного процесса в Нанчике. С каждым годом растут роль и авторитет мировых судей. В прошлом году на их долю пришлось 80,7% от общего количества рассматриваемых судами дел. Вместе с тем, по-прежнему серьезной проблемой остается качество судебных решений. Во многом это вызвано чрезмерной нагрузкой на судей. Однако судебные ошибки и нарушения прав граждан обусловлены не только этим. Об этом свидетельствуют результаты рассмотрения жалобы и обращений граждан в органы власти. Не все из них, сказал Коков, безосновательны. К сожалению, есть еще факты нарушения процессуальных и иных правовых норм – волокиты. Наша общая цель, отметил глава Кабардино-Балкарии, – изжить из судебной практики и даже незначительные изъяны. Суд – это тот орган, сказал Коков, который не должен допускать никаких нарушений. По-прежнему болезненными остаются вопросы недостаточной открытости работы судов, длительность сроков рассмотрения дел, своевременность исполнения отдельных решений. Все это снижает эффективность правосудия. Обзоры судебной практики предложено направлять не только в правоохранительные органы, но и шире размещать на интернет-ресурсах, в СМИ, делать их еще более доступными для граждан. Это и правовое воспитание, профилактика и понимание роли и места граждан в законодательной системе. В 2015 году вступили в силу изменения в республиканском законе аналогий на имущество. Юрий Коков обратил особое внимание на необходимость установить справедливые подходы к вопросам досудебного и судебного рассмотрения такого рода дел, внимательно изучать материалы и давать объективную юридическую оценку. Главное, чтобы этот процесс проходил максимально гласно и справедливо, подчеркнул Коков. Суд – это важнейший государственный институт, и потому важно не допускать судебных ошибок. Понимаю, что ваша повседневная работа сопряжена с огромной ответственностью и с тяжелейшими моральными и психологическими перегрузками. Но, несмотря на это, вы всегда должны оставаться образцом высоких этических и моральных качеств, людьми, которые, как никто другой, способны сопереживать и чувствовать людские проблемы. Профессиональный и нравственный долг каждого суди – быть объективным и беспристрастным, глубоко знать право и правоприменительную практику, учитывать тончайшие нюансы и рассматриваемых дел за любой правовой нормой, всегда видеть конкретного человека. Мы живем в новых политических реалиях, сложной экономической обстановке, а потому очень важно в этих условиях быть особенно внимательными и чуткими к людям, отметил Коков. Сокращение пригородных пассажирских поездов в этом году в республике не планируется, сообщает Госкомтранскбр. Согласно действующему договору между Кабинетом министров и Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией, предусмотрены четыре пары поездов по трем маршрутам – Минводы Нальчик, Прохладная Нальчик, Минводы Беслан. Действующий тариф для населения – 11 рублей за 10 километров. Как говорится в релизе, это самый низкий в стране. Он служил отечеству и родной республике. Кабардино-Балкария простилась с видным государственным и общественным деятелем – Бусой Дакшоковым. Сотни людей разных поколений собрались на гражданскую панихиду и траурный митинг, который состоялся в Нальчике, возле дома, где последние годы жил Дакшоков. Проводить в последний путь известного государственного и общественного деятеля пришли глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, депутаты парламента, члены правительства, руководители общественных организаций, жители республики. Обращаясь к участникам траурного митинга, Юрий Коков отметил, что с именем Мусы Ильясовича связаны решительные шаги по формированию основ стабильности в Кабардино-Балкарии. Ушел из жизни человек, который беззаветно любил свой народ, беззаветно служил своему народу. Мусы Ильясович был великим интернационалистом. Вы помните, когда в 90-е годы были сложные времена в нашей республике, и когда вопрос стоял о целостности Кабардино-Балкарии, он явился одним из тех лидеров республики и общественных деятелей, который возглавил движение по сохранению Кабардино-Балкарии. Благодаря его усилиям и тем людям, которые рядом с ним стояли в этот сложный период, а многие сегодня и здесь присутствуют, нам удалось сохранить республику. Мне посчастливилось с ним бок о бок работать несколько лет под его непосредственным началом. Для меня это огромная школа. Я тогда видел перед собой человека, который полностью поглощен только заботами о своем народе. Я гордился всегда тем, что хоть немножко, но я поработал рядом с этим великим человеком, великим гуманистом, великим интернационалистом. Поэтому я уверен, Мусы Ильясович Дакшоков навсегда останется в сердце народа Кабардино-Балкарии. Мусы Ильясович Дакшоков прошел большой жизненный путь. С 1974 по 1980 год работал секретарем обкома партии. С 1983 по 1988 возглавлял правительство Кабардино-Балкарской республики. Заслуги Дакшокова за годы трудовой деятельности отмечены Орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами – Знак Почета и за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой другими государственными наградами. Вспоминая о годах совместной работы, уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов отметил, что вклад Дакшокова в развитие республики неоценим. Он жил по чести и по совести. О таких людях, как Мусы Ильясович, говорят, что он никогда не изменял делу, которому служил, никогда не предавал людей, среди которых он жил. Поэтому его так любят, любили. И так к нему искренне относились люди, жители Кабардино-Балкарии. Уверен, как здесь вот сказал Юрий Александрович, что народ Кабардино-Балкарии его всегда будет помнить. Память о Мусе Ильясовиче всегда были светла. Выступивший на траурном митинге исполнительный директор Ассоциации Совета муниципальных образований КБР Николай Маслов и главный редактор газеты Адхабсатля Мухаммед Хафидса отметили, что память о патриоте, гуманисте и интернационалисте Мусе Дакшокове навсегда останется в сердцах потомков. Похоронен Мусе Дакшоков сегодня в селении Сармакова Зольского района. В Баксанском районе завершили инвентаризацию земель сельхозназначения. Необходимость проверки возникла в связи с тем, что у арендаторов было множество вопросов по поводу границ участков. В результате выяснилось, многие из них на государственном кадастровом учете не состоят. Инженеры уже завершили замер земель. Документы направлены в кадастровую палату. Арендаторы поняли суть вопроса в связи с тем, что данные арендаторы, во-первых, они сами заинтересованы, в связи с тем, что для получения различных субсидий и кредитов полный пакет документов все требуют. Земель сельскохозназначения в основном пашне уже поставлено на кадастровую учебу. В остальных населенных пунктах, при таком темпе, если мы начнем продвигаться, мы, наверное, до конца второго квартала, наверное, завершим полностью постановку на государственный кадастровый учет. До конца этого года землеустроительные работы будут проводиться в целом по республике. Основная задача – поставить на кадастровый учет земельные участки во всех населенных пунктах. Заместитель полпреда президента России в СКФО Михаил Ведерников провел в Нальчике прием граждан. Сегодня в Нальчике по поручению президента Российской Федерации заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Михаил Ведерников провел прием граждан. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по КБР Алексей Вербицкий, заместитель председателя правительства, министр здравоохранения КБР Ирма Шетова, министр труда, занятости и социальной защиты Альберт Тюбеев. За поддержкой к Михаилу Ведерникову обратились две жительницы Нальчика. Одна из заявительниц – мать-одиночка, воспитывает четверых детей. Своего жилья у семьи нет, приходится его снимать. Вторая заявительница – инвалид по зрению. У нее двое несовершеннолетних детей. В результате пожара в ее домовладении пострадали квартира и все личные вещи. После рассмотрения фактов, указанных в обращениях, было принято решение о предоставлении семьям материальной помощи. Михаил Ведерников дал соответствующее поручение органам государственной власти КБР, определив сроки их выполнения. Впервые за последние годы в Кабардино-Балкарии наметилось устойчивое развитие экономики. Об этом сегодня на итоговой коллегии заявил руководитель профильного ведомства Борис Рахаев. По сравнению с 2013-м объем внутреннего регионального продукта вырос более чем на 6%. Индекс промышленного производства составил 109,3%. При этом все еще есть расхождение между прогнозными и реальными показателями в отраслях, подчеркнула первый вице-премьер Татьяна Литовченко и рекомендовала качественно менять подходы к планированию. Программное планирование должно у нас сочетаться с территориальным планированием, и не только на уровне Кабардино-Балкарии в целом, но и в увязке с отраслевым планированием в разрезе городов и районов. Поэтому все-таки хочу попросить, чтобы мы хотя бы на примере 2015 года посмотрели, что у нас получится, как это балансируется, как планы социально-экономического развития балансируются с бюджетом, и где у нас какие полевые точки, чтобы к 2016 году подойти более подготовленными в этом вопросе. Еще одно предложение вице-премьера. Минэкономразвитие должно более активно влиять на реализацию инвестпроектов. В прошлом году рост финансовых вливаний в республику увеличился на треть. В деньгах это 30 миллиардов рублей. Привлекать инвестиции необходимо и дальше. Доминирующей отрасли по-прежнему остается сельское хозяйство. Его удельный вес в экономике более 30%, подчеркнул Борис Рахаев. В прошлом году и здесь зафиксирован рост производства. В 2014-м представители малого и среднего бизнеса произвели почти 28% внутреннего регионального продукта. В бюджет Кабардино-Балкарии уплатили налогов более полумиллиарда рублей. Комплекс мер по поддержке предпринимателей на этот год уже разработан. Как было отмечено, розничный товарооборот вырос почти на 4%. Это значит выросли и доходы населения. Свыше 100 человек смогли воспользоваться услугами МФЦ в Чигемском районе с момента его открытия. Об этом сегодня заявили в пресс-службе ведомства. Напомню, Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг начал работу с 10 декабря 2014-го. Теперь у местных жителей появилась возможность подать документы на получение более 300 видов госуслуг, не выезжая за пределы райцентра. Служба работает ежедневно. В две смены трудятся 14 специалистов. Также в МФЦ можно воспользоваться информационным терминалом и бесплатным доступом в интернет. Сегодня в школах Баксанского района возобновились занятия. Напомню, образовательные учреждения были закрыты на карантин в начале недели из-за роста заболеваемости ОРВИ. Однако в больницах района по-прежнему остаются те, кому требуется помощь врачей. Тему продолжит Нуржан Кубадеева. В приемном отделении центральной районной больницы Баксана в основном дети и люди пожилого возраста. Симптомы у всех схожие – кашель, повышенная температура, озноб и головные боли. У нас ежедневно обращаются и бывает 10, бывает и до 15 больных, которые обращаются за медицинской помощью. Все необходимое для лечения, для диагностики у нас все есть. Также у нас развернуто дополнительно 10 коек для больных с респираторными заболеваниями. Большая часть больных на амбулаторном лечении. За их здоровьем следят участковые врачи. В инфекционном отделении райбольницы сейчас находится 12 человек. «Очень плохо себя чувствовал, были проблемы с дыханием. Здесь после обследования у меня обнаружили двустороннюю пневмонию и сразу отправили на лечение. Правда, сейчас я уже практически здоров». Респираторные заболевания внесли коррективы и в учебно-воспитательный процесс. Из-за низкой посещаемости с начала недели были закрыты школы в Псычохе и Баксаненке. «Откусили детей с понедельника, 16 числа. У нас вообще общее количество детей, 380 из этого числа, более 150 детей заболело за этот период». Однако с нынешнего дня в школах Баксанского района работа возобновилась в штатном режиме. Воспитанники 22 образовательных учреждений Нальчика, где обучение было приостановлено, должны начать занятия 24 февраля. Нуржан Кубадиева, Адам Абазов, Алик Мусаев. Вести. Кабардино-Балкария. В Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарии состоялась расширенная коллегия, на которой были подведены итоги работы в минувшем году. В заседании участвовал заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Федерального минсельхоза Харона Мирханов. Как отметил руководитель аграрного ведомства МОИЕ ДАДО, введение продовольственного эмбарго позволяет Кабардино-Балкарии занять свою нишу в производстве импортозамещающей продукции. Определенные успехи уже есть. С курятиной, свежими и консервированными овощами и фруктами местный агропромышленный комплекс сегодня обеспечивает не только республику, но и другие регионы. Поставлена задача увеличить производство семенного материала. До конца года необходимо выйти на самообеспеченность говядиной. То есть, отметил руководитель министерства, ведется всесторонняя работа. В прошлом году субсидиями были поддержаны 20 направлений сельхозпроизводства на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Деньги направлялись из федерального и республиканского бюджетов. Получателями стали свыше 17 тысяч человек, в основном владельцы личных подсобных хозяйств. В 2015 году Кабарина-Балкария будет участвовать в реализации более 20 направлений господдержки и 5 направлений в рамках программы развития сельских территорий. Дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса республики послужит реализация 18 якорных инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных проектов для реализации на территории Северокавказского федерального округа в рамках программы импортозамещения. В бюджете КБР этого года предусмотрено 477 млн рублей на поддержку аграриев. Ожидается подписание ДОП-соглашений с Минсельхозом России, что позволит привлечь дополнительные средства в АПК Кабардино-Балкарии. До середины марта должна быть разработана республиканская стратегия устойчивого развития сельских территорий. По этому направлению федеральный центр выделяет 170 млн рублей. Участники коллегии наметили задачи и на этот год. В первую очередь они связаны с приближающейся посевной кампанией. И последнее. В Нальчикском зоопарке появились два новых обитателя. Накануне сюда привезли львов. Их доставили из Кисловодска. Переезд они перенесли хорошо. Рафаэль и Зайчик. Дрессированные львы выступали в Росгосцирке. Хищникам 9 и 10 лет. В Нальчик попали не случайно. Артисты, которые с ними долгое время работали, подыскивали для животных подходящий зоопарк. В итоге решили привезти их в Кабардино-Балкарию. Для львов подготовили все условия. Теперь в Нальчикском зоопарке проживают две самки, три самца и львенок, который появился на свет неделю назад. Далее смотрите прогноз погоды. Его представит моя коллега Зухраб Шихачева. И на этом у меня все. Всего доброго и до встречи. Раян. Возрождение культуры здорового питания. Только в феврале. Воспользуйтесь услугой лазерной коррекции зрения Лезик и получите солнцезащитные очки известной марки в подарок. Глазная клиника Лена. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. Зима понемногу выпускает регион из ледяного плена. Выходные осадки минус 2, минус 4, а к началу следующей недели до плюс 4 градусов. В Зольском районе Ветрено минус 4, минус 6. У подножия Альбруса облака в светлое время суток до 8 мороза. Ночью минус 15, минус 20. В воздухе закружит снег. В Тернаузе на 4 отметки ниже 0. Всего на градус теплее. В Баксане, Чигеме и Нордкале ночью минус 8 осадки. В Прохладницком и Майском районах при обладании облачной погоды 1 градус с отметкой минус. Также умеренно морозно, по прогнозам, будет в Терском и Лискенском. В Кашхатау минус 5, возможен снежок. Юго-восточный ветер принесет в столицу Кабардино-Балкарии порцию холодного воздуха днем минус 2, минус 4, ночью до 10 мороза. Это все о погоде. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин